Вот уж у кого первый блин вышел не комом, так это у хоккейной команды «Титан». Первый год в ночной хоккейной лиге, а они уже попали в пятерку лидеров по итогам пятого юбилейного фестиваля НХЛ, который прошел в мае на льду Олимпийского Сочи. Этот сезон был первый, и он, как у нас есть поговорка, на улице первым блинкомом. Но в целом, так сказать, нельзя, так как поначалу вроде были у нас какие-то проблемы, блин становился вроде комок. Но потом, в процессе работы, мы постепенно этот блин разравнивали, и к финалу вышли уже, у нас получился очень прекрасный и достаточно сезонный блин. 31 мая в гостиничном комплексе «Турист» собрались омские поклонники хоккея, друзья и родственники игроков, чтобы поздравить команду с таким высоким достижением. Среди гостей праздника был и министр спорта Омской области Константин Подбельский, что доказывает заинтересованность региона в развитии любительского хоккея. Мне сегодня очень приятно присутствовать на этом событии, на чествовании команды, на чествовании тех людей, которые добились серьезного успеха в любительском хоккее. Потому что действительно первый опыт выступления на фестивале в Сочи и первый год образования ночной хоккейной лиги в Омске, такой успех, это место, я считаю, несомненно, это успех. Вы молодцы, ваше мастерство, ваше мудроство прославляет Омская область, действительно представляет достойный регион на всероссийской арене. Напомним, что в рамках турнира «Титановцы» сыграли 6 матчей, одержав 4 победы и по одному разу проиграв и сыграв мячью. Забили при этом 26 голов и пропустили 11. Здорово омичи провели групповой этап, выйдя в плей-офф с первого места. Форвард хоккейной команды «Титан» Евгений Сераух попал в число лучших ассистентов турнира, набрав 8 баллов за результативные передачи. А нападающий Сергей Захаров, забросивший 6 шайб, стал лучшим снайпером своей команды. На турнире я забил 6 голов и стал в команде лучшим снайпером. Но это как бы личный показатель не важно. Важно, что команда наша достойно выступила на таком большом турнире, который объединил практически всю нашу страну. Не обошлась церемония чествования игроков и бескультурной составляющей. Трогательным стихотворением всех хоккеистов поздравила дочка игрока Михаила Стельмаха – Аиша. Особенно собравшимся понравились строки про папу-хоккеиста. Один и про папу хочу сказать. Он с детства в хоккей обожает играть. Призвоня разные кисти отцов. У Маши отец, например, рыболов. У Тани – артист. У Валера – таксист. А мой папа Миша – крутой хоккеист. В команде тянет нападающий он. И смел, папа мой. И, конечно, силен. И стоит ему только выйти на лед. Победа сама прямо в руки идет. О том, как мы рады бываем в победе. Все знают сверху и снизу соседей. За папу болеем всегда всей семьей. Папуля, мы очень гордимся тобой. Тринадцатый номер удачу несет. Титан победит, папа Миша вперед! Завершающим аккордом встречи стало исполнение авторской песни про ночную хоккейную лигу. Выходим на поле, готовые к бою. Вечерей и дождей ночною порою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok